И всем доброго дня! Сегодня у нас вторая часть по утеплению цоколя, да тут, блин, цоколя-то, в принципе, нет, как это назвать, но в общем, боковая часть плиты, она утеплена снизу, сбоку, и теперь сейчас с торца еще сделаем, и будет классно. Еще комбухой будет, если мы еще полы теплые сделаем. Ну, это, конечно, вряд ли. В общем, вчера раскатал гидростеклоизол, сделал маленький наезд на фундамент, придавил его меноплексом. Теперь по кругу нужно обтянуть фасадную сетку, немножечко сеточки завести вот сюда, вот в эту трещинку, и третьим грибом придавить. И все, фасадная сетка не слезет. Потом мы все это покрываем грунтовкой, я вам приготовил. Через два часа это все высохнет. И потом мы пескобетоном все это поштукатурим. И уже к вечеру, ну, я думаю, мы сейчас в теньки принесем. Кто помнит, давно у меня на задах есть отливы металлические, хотел их выкинуть, но что-то, блин, жалко было. На авито брали по цене металлолома. Думал, может пригодится куда, и вот сейчас, думаю, время настало. Мы их принесем, померяем. Ну, обо всем по порядку. Сначала сделаем то, что планировал вчера вечером. Подрезаем, обтягиваем, грунтуем, сверлим. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Все. Прошло два часа. Грунтовка полностью высохла. Из-за того, что солнце было получается с боковой стороны, где вход и где ворота, грунтовку носил два раза. Потому что больно быстро испаряется. Мало ли плохо впитается. Хочу же делать нормально. Как-никак. Делаем один раз для себя надолго. Хотя все пишут, что здесь лет. То-то-то отваливается. Нужно переделывать. Ну, в общем, посмотрим. Буду делать я пескобетоном. У меня фасадной штукатурки нету, к сожалению. Наносим зубчатым шпателем фасадную штукатурку. Ну, пескобетон. Натягиваем фасадную сетку. Я уже подготовил отверстие ранее. То есть натянули, забили гриб и потом разглажу. Ну, вот, в принципе, все. Будет легкий нахлёст наверх, чтобы пенопласт защитить. Его здесь разгладить более-менее. Прям наверх сделаем. Начну, естественно, сзади. Чтобы набить рук уже, отрепетировать. И дальше пойдем. Там, где будет лицевая сторона, там, где косячить нельзя. Должно быть максимально красиво. То, в принципе, ничего сложного нет. Думаю, два ведра за полтора часа должно получиться. Но это не точно. Думаю, два ведра. Думаю, два ведра. Думаю, два ведра. П половина. вот отсюда мы начали и потихоньку пошли и ровно в таком же месте только с той стороны мы закончили быстро не получается ну потому что хочется вот покрасивее поаккуратней естественно к скорости речи быть не может вот здесь мы закончили получается сейчас будет второй замес и мы продолжим не знаю хватит мешка не хватит будем стараться не знаю кто заметил но была подмена кадров это у нас не песка бетон это у нас фасадная штукатурка с песка бетоном так аккуратно красиво не получается да вообще сама суть я стараюсь сделать более-менее что было красиво ровненько аккуратненько эта часть нас закроется декоративной плиткой а верху будет отлив не знаю сегодня отлив закрепите не успею но напилить его еще успею вот на эти все не ушло два часа я не знаю как это профессионалы делают за час там гигантские квадратуры может пульверизатора штукатурки дают но я так что-то не могу в целом не нравится неплохо а если нужно будет как-то продумать это вот здесь все где дверь там где ворота то есть любой наступ на этот на отлив и все это поломается потрескается придется делать какие-то усиления какие-то типа мини крылечка что ли чтобы на газ наступала и это все не ломалась вот буду ломать голову чего нужно будет придумать когда поставлю дверь нечто такое сделать красиво аккуратно платформенная ладно попробую на листочки нарисовать вы скажете насколько а да я выложу к нам в группу в телеге там посовещаемся ах да работаем дальше чувствуем так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Коротенькая нарезка получилась... Погас аккумулятор... Я почему-то те не поставил заряжать, хотя думал, что они заряжены. Я их просто убрал в коробочку, они без ряда посидели. Но я закончил. Хоть не доснимал, работу я не бросил, пока раствор не выработал. Вы не поверите, но... Мешка хватило вот прям... Полушпателя осталось как раз. И я закончил. Под конец я уже заигрался, начал креативить. Уже перешел из обычного цоколя в декоративную ступеньку. Хорошо видно. Улегся немного. Ну, это же... Это хорошо, в принципе. Потом будет на что посмотреть. И нужно будет отработать вот в этом промежутке. В планах, наверное, сюда впендюрить 10-й швеллер. Уса положить его. Вот как бы будет основанием для ворот. И с другой стороны он будет как бы точкой, чтобы я к нему приварил какой-нибудь уголок и уголок закрыл вот эту часть. Потому что я его здесь точно отобью. Если какое-то предложение, я с удовольствием почитаю. Я думаю, что нужно именно туда швеллер и к швеллеру приварится уголок. Наверное, уголок... Пятерку. Это на сварку, думаю, вполне выдержит. Ну, а так, в принципе, все. У нас тут, а что? Мы поштукатурили все. Отливы мы, естественно, не успели. Потому что Леха увлекся работой. Поэтому отливы перетекают на завтра. Будем завтра их делать. Ну что, все. Так что давайте, не болейте, не скучайте. Завтра бомбим отливы. И, наверное, два дня я пропаду. Нужно будет делать ролик для основа канала. Там уже, по-моему, месяц мы не виделись. Блин, мошки налетели. Все, давайте. Сейчас съедят меня. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok